Еще раз возьмешь телефон, я у тебя его заберу. А ну садись, сделай уроки. Как часто вы говорите подобные фразы своим детям? Давайте сегодня по этому поводу и поговорим. Смотрите, я во всех своих роликах, такой красной линией, провожу одну мысль, что ребенок это такой же полноценный, полноправный член семьи, как и взрослый. Если вы дарите ребенку какой-то подарок, условно говоря телефон, то не нужно этим телефоном ребенка манипулировать, шантажировать. Смотрите, если ребенок не хочет учиться, это отдельная проблема, проблема отдельного ролика. Если вам интересно, напишите в комментариях, я раскрою эту тему. Ролик будет довольно длинный, я думаю, довольно интересный. Это тема, которая очень обширная. Если вам интересно, опять же говорю, напишите в комментариях, я сделаю отдельный ролик. Что касается фраз, касательно телефона, игрушек каких-нибудь, приставок и так далее. Если вы ребенку что-либо дарите, то это вещь ребенка. И не нужно шантажировать ребенка тем, что вы заберете эту вещь у него, если он не будет делать чего бы то ни было, чего вы от него хотите. Нужно просто выстраивать определенные правила игры, скажем так. Обговаривать с ребенком тему, что ты не берешь телефон, покуда не сделаешь уроки. Либо ты можешь взять телефон между уроками на 10 минут, для того, чтобы переключиться с одного предмета на другой и отдохнуть. Окей, ребенок будет понимать, что ему нужно сделать уроки, для того, чтобы потом взять телефон, поиграть телефоном. Для чего, в принципе, это нужно делать? Для того, чтобы ребенок, когда вырастет, он чувствовал себя тоже полноправным членом общества. Поскольку, если у него не будет никаких прав, а только обязанностей в семье, в которой он вырос, то он и в взрослой жизни будет так себя вести. Он будет понимать, что он никто и звать его никак. Поэтому, не нужно ломать психику ребенка. И если вы что-то дарите ребенку, то он должен понимать, что это его вещь. Это его право и его ответственность. Поэтому, как-то так, пишите, что вы об этом думаете. Как часто вы используете эти фразы, либо не используете их вообще в воспитании ребенка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok